Добрый день, дорогие друзья! Значит, тема оглашена, и мы сегодня с вами продолжим, подытожим, скажем так, наши предыдущие вебинары в части закона притяжения, и поговорим о том, как поддержать свое здоровье, хорошее настроение, счастье. Счастье ведь в наших руках на самом деле, и совершенно неправильно, когда передается из поколения в поколение мысль о том, что какие-то обстоятельства, какие-то люди помешали и так далее. Вот эти вещи надо отбросить, и надо попробовать следовать вот такому девизу. Вот кто сможет, тот будет успешен во всем. Девиз такой. Мне не нужны никакие условия, чтобы стать счастливым прямо сейчас. Потому что счастье мы в себе носим. Счастье – это ощущение. Вот, а ощущение мы сами рождаем внутри себя. И здесь сразу возникает множество вариантов. Вот бывают семейные размолвки. Часто бывают разводы. У нас страна этим слаживается. Вот. Здесь, как бы в развитии вот этого тезиса, что мне не нужны никакие условия, чтобы стать счастливым. Вы можете сказать, что моя любовь не требует совершенства с твоей стороны. То есть человек должен работать только над самим собой и делать себя счастливым именно в результате этой работы. Ну вот. Теперь давайте поговорим о нашей компании, нашей продукции. Кстати говоря, вот то, что я сказал, может прозвучать для кого-то, может быть, диковат. Как это так? Вот если я вот там живу в таких-то условиях, у меня там нет партнера, нет то не ладится, это не ладится. Мы на эту тему уже говорили, что надо ценить то, что имеешь, прежде всего. Ценить то, что мы родились людьми. Вот. Цитата библейская. Радуйтесь всегда, будьте как дети. Вот. А ведь мы не следуем этому. Мы очень часто ноем, жалуемся и так далее, и так далее. Сами делаем себя несчастными. Вот. Как это может быть не покажется парадоксальным, но сейчас уже наука всегда бывшая, ну естественные науки я имею в виду, всегда бывшие, так сказать, развивавшиеся вроде бы на основе материалистических взглядов, атеистических даже взглядов. Теперь уже не может обойтись без понятия создателя, великого программиста Вселенной, космического разума. По мере того, как мы проникаем во Вселенную, изучаем ее, астрофизики, физики, теоретики используют идею Бога как основную рабочую идею. Вот. Поэтому, конечно, трудно расставаться с привычками, ныть, быть недовольными и так далее, и так далее. Но надо, если хотите быть счастливыми. Мы уже говорили с вами о том, что на самом деле наша неуничтожимая частичка Бога – это солитон, это информационная структура, а тело, нечто вроде, тело, состоящее из элементов периодической системы, это нечто вроде костюмчика. Но костюмчик должен быть опрятным, хорошо функционировать, поэтому надо о нем заботиться. Пока мы на земле и вот в этом костюмчике ходим. Это единственный костюмчик. Правда, мы его потихонечку подлатываем, но это не очень бросается в глаза. Что касается того, как питаться, потому что наше биологическое тело, оно ведь состоит из того, что мы съедаем. Значит, и основные-то причины болезни тела, если не считать психологических, психических причин, которые, кстати говоря, устраняются вот той самой формулой, о которой я начал говорить. Значит, вот основные причины развития болезни, допустим, желудочно-кишечного тракта, с которым все начинается. Неправильное питание. Это может быть слишком горячая еда, быстрое и небрежное пережевывание пищи, торопливости при еде, да, плохие зубы, не отремонтированные. Злоупотребление. Злоупотребление. Специи нам нужны и пряности. Но тут взверстывать не надо. Вообще нигде не надо злоупотреблять, ничего. Систематическое переедание, нарушение режима питания. Это бывает у многих, поскольку утром часто практически ничего не едят, на работе некогда, а домой приходят поздно и отъедаются на ночь. А процессы переваривания, усвоения пищи, они ведь привязаны ко времени. И это надо учитывать. Скажем, если человек 12 ночи ест, то переваривание-то будет утрочком. А за это время гнилостные бактерии будут работать с этой пищей. Не мы будем кушать, а они ее и соответствующих. Хорошо. Значит, я тогда повторю, поскольку у нас был небольшой перерывчик. Значит, о поджелудочной железе. Она поставляет катализаторы фермента для переваривания пищи. Лепазу для жиров, амилазу для углеводов и протеазу для белков. Но при неправильном питании она не справляется с своей работой. И тогда непереваренная масса загромождает кишечник, расщепляется уже бактериями, и в ней начинаются процессы гниения и брожения. Что приводит к развитию разнообразных нарушений. Что еще способствует развитию заболеваний желудочно-кишечного тракта? Нервное напряжение, постоянное нервное напряжение, стресс, в котором очень многие люди находятся. Независимо от того, где они работают, могут эти напряги возникать и в семье, и на работе, и где угодно. И в травмах. Есть бактериоз, нарушение нормального состава микрофлоры кишечника. Наследственная предрасположенность. Хеликобактерии. Это бактерии, которые заводятся в желудке и способствуют изъязвлению желудка, язве желудка. Злоупотребление лекарственными препаратами официальной медицины. Потому что они имеют побочные эффекты, особенно обезболивающие препараты. Они просто ульцерогенные, то есть стимулируют язвенные процессы. Ну и неправильное поведение, которое, к сожалению, свойственно тоже очень многим. Курение, злоупотребление алкоголя, вы имеете опять злоупотребление, чрезмерное употребление кофе. Хронические болезни, потому что они ослабляют иммунную систему, а вы знаете, 70% иммунной системы в кишечнике. Это прекрасно, это не кофе. Это углевод и очень хороший углевод, полимер. Вот, о принципах правильного питания давайте немножко поговорим. В связи с тем, что мы говорим вообще о здоровье, о хороших ощущениях, впечатлениях, самочувствии. Значит, еще со времен Гиппократа, да и до него тоже, считалось, что 90% всех болезней человек получает за столом, питаясь не тем и не так, как нужно. Самое главное в питании пища, которая поступает в организм, должна быть им усвоена. То есть переработана ферментами нашего организма, а не ферментами тех микроорганизмов, которые попали к нам, как паразиты. Вот. И это все пищевые переработанные компоненты нужные организма, должны сосаться в кровь и распределиться по клеткам. А клетки утилизируют их. Неполностью усвоенная пища с трудом удаляется из организма, вызывая его отравление, болезни и лишний вес. Сколько у нас сейчас людей страдает лишним весом? Ну, вот наше руководство, ну, как раз подчеркивает, что надо такие пользоваться бабами. Надо. Да. Вот. А как же правильно питаться? Вот сейчас мы на этом остановимся. Значит, есть такое крыло медицины, ну, народная медицина, естественная. Вот. Она тоже, так сказать, получила свое развитие и продолжает развиваться. И, значит, речь идет о том, чтобы достичь здоровья природными средствами. Эта программа учитывает особенности физиологических ритмов деятельности организма человека. Я раньше рассказывал систему УСИН, там каждые два часа активности того или иного органа, но принцип соблюдения естественных циклов организма при питании можно еще более упрощить, чтобы мы помнили об этом и легко пользовались этой темой. Значит, наш организм усваивает пищу в соответствии с тремя регулярными суточными циклами, которые строятся согласно его физиологическим ритмам. Вот обратите внимание, с четырех часов, это ночь, до двенадцати дня, организм работает над удалением отходов и ненужных остатков пищи. Утром все силы нашего организма направлены на удаление шлаков и токсинов. И любая еда в это время нежелательна. Ну, допустимо, только что фрукты и фруктовые соки, настоящие, свежевыжутые. Вот. Допустимо, допустим, омега-3 принять в это время. Допустимо, циньки принять, которые работают как раз на удаление шлаков и токсинов. Правильно? Вот. Ауксилиум, который тоже помогает освободиться от паразитов всякого рода. Живицу можно принять. Вот. Конечно, теплую воду надо попить. Может быть, сразу как встать с постели, так выпить теплой воды. Вот. Ну, и у нас в декабре должна все-таки розаика появиться. Вот ее тоже можно принять. То есть, принять те препараты наши, естественные, которые способствуют очищению организма, удалению шлаков и токсинов. Вот. Это, собственно, не еда, это очистка. Вот. Ну, понятно, что почему фрукты можно. Потому что вокруг их много воды содержится тоже. А отмыкание, удаление вот этих вот отходов, конечно, обеспечивается водой. А циньки, допустим, ауксилиум только помогает в этом процессе. Итак, это с 4 до 12 дня. А с 12 до 20 часов прием пищи. То есть, еда и переваривание. То есть, ферментативное расщепление пищи на мелкие кусочки, которые потом попадают в кровь и транспортируются к клеткам организма. С 12 до 20 часов прием пищи. После 12 часов можно начать есть. Однако старайтесь сочетать продукты так, чтобы они легче усваивались в пищеварительном тракте. Значит, помните, что продукты в правильном сочетании перевариваются в желудке в течение 2-3 часов. Тогда как, допустим, котлета с картошкой, то есть несовместимый продукт мясной и углеводный, белковый и углеводный, котлета с картошкой или макаронами, все равно, будет гнить желудки и отнимать вашу жизненную энергию в течение 8-12 часов. Вот вам и синдром хронической усталости и так далее. Просто не хотим задумываться над тем, в каких сочетаниях есть. А главное не пищи. Конечно, это семейные традиции, причем многовековые. Но сейчас еще все это усугублено не очень качественной пищей. Раньше ели ведь природную пищу. С 20 часов и до 4 часов ассимиляции, то есть усвоение и использование вот той пищи, которую мы съели с 12 до 20. С 4 до 8 утра? С 20 до 4, да. С 8 вечера до 4 утра. Во время этого цикла наш организм впитывает и использует питательные вещества, полученные из пищи. Старайтесь поужинать раньше, чтобы пища покинула ваш желудок до того, как вы ляжете спать. Далее. Значит, что в это время, помимо обычной классической пищи, имело бы смысл принимать из нашей продукции, оздоравливающей? Альгару. Почему? Потому что в Альгаре очень много минералов, микроэлементов. А они входят в состав ферментов. А ферменты как раз переваривают пищу. Далее. Медолия. Там есть витамины. А витамины тоже входят в состав ферментов. Поэтому они также необходимы, как и микроэлементы. Лецитин. Лецитин нужен для восстановления клеточных оболочек и клеточных перегородок. А клетки у нас травмируются в ходе работы и вообще в процессе жизни. Вот. Галоген. Потому что нам нужна белковая пища. Качество белковых продуктов, продающихся в магазинах, не очень высоко. Наш коллаген, это гидролиза. От коллагена он легко усваивается. Вот. Ну и продукты, которые поддерживают печень. Потому что печень это чистильщик тех веществ, которые проникли через стенку кишечника в кровь. И вот чтобы убрать посторонние примеси, которые бывают, проскативаются в кишечнике. Почему? Когда у нас недостаточно, когда у нас дисбактериоз. Когда у нас нет достаточного количества бифидрилаткобактерий, которые служат заслоном для всех этих посторонних микроорганизмов и клеточных. Ну вот. Значит, тогда надо принимать и продукцию для поддержания печени. У нас есть такая продукция. Вот. И, значит, ее надо тоже принимать. Это древо жизни, да, как вы знаете. Древо жизни, да, виталиф, да. Вот видите, жизненный энергетик. Вот эти вот два продукта надо обязательно тоже принимать. Дальше. Принцип употребления пищи с высоким содержанием воды. Ну, тело наше состоит на 70% из воды. И основная часть нашего рациона должна состоять из овощей и фруктов. Мы совсем забыли напрочь, что мы плодоядные, а не плотоядные. Мы не хищники, но мы сами себя делали хищниками. Вот Создатель дал нам домашних животных для того, чтобы они помогали нам в наших делах. А мы их есть стали. Вот, совершенно беспардонно, да. Вот и тут не едят, у них корова может спокойно идти по проезжей части. Машины объезжают. Вот. А мы ее используем, так сказать, на полную катушку, что называется. Так вот, фрукты и овощи содержат много воды. А обезвоживание клеток, то есть лишение клеток воды, это и есть старение, это путь к смерти. Поэтому здесь все правильно. Более того, у нас длина кишечника как раз такая же, соотношение длины тела, длины кишечника, такое же, как у, допустим, лошади, то есть у травоядных животных. Вот. Не как у хищников. У хищников очень короткий кишечник, поэтому у них нет застоя там, нет гниения кишечника и так далее. А у нас, пожалуйста, вот посреди кишечника настревает это все. Вот. И мы сокращаем себе жизнь. То есть примерно 30% рациона может состоять из концентрированной пищи. Ну, привыкли мы. Мучные изделия, каши, мясо, кисломолочные продукты и так далее. Вот. Но надо помнить, что сок овощей и фруктов, он доставляет питательные вещества, и свищет ко всем клеткам организма и дает, и удаляет. Удаляет из них токсические отходы, очищая организм изнутри. Вот. Поэтому надо больше есть вот такой продукции. Фруктово-овощной. Ну, еще принцип правильного употребления фруктов есть. Значит, фрукты – единственный продукт, которым наш организм физиологически полностью приспособлен. Но употреблять фрукты после еды, как это принято, на десерт, да, это как раз вот то, что мы и делаем, совершенно неправильно. Как только фрукты приходят в соприкосновение с пищей, находящейся в желудке, сразу же начинается процесс ображения. Ну, вы знаете, вот, самогонщики-то гонят из чего? Из ягод, из фруктов, из чего угодно. Вот. Процесс ображения. И, соответственно, в дуке живота, закисление крови начинается. А закисленная кровь, там все кровяные телца начинают склеиваться. Значит, мы идем к тромбозу, мы идем к недокорму клеток, потому что, скажем, эритроциты, они должны проникнуть в капилляры, чтобы донести питательные вещества и кислород. Да? До каждой клеточки. А они не пролезают в капилляры, потому что они в столбике слепились. Эти столбики туда не лежат. Вот. Один-то эритроцит, и тот с трудом проходит через капилляры, понимаете? А когда столбик, уже ничего не получится. Фрукты – самое полезное, самое важное для нас пища. Значит, но есть их фрукты надо на голодный желудок за 20-30 минут до еды общей. Вот утречком встали, вот попили водички теплые, чтобы у нас желудок хорошо работал, да, приняли то, о чем мы уже с вами говорили, и заешьте это фруктами. Вот. Фруктовые консервы и пудинги организму пользы не принесут, надо есть фрукты как таковые. Да. Принцип правильного сочетания пищевых продуктов. Я в таком отжатом виде даю, но я думаю, что это будет полезно. Наиболее, наибольшее количество энергии организм тратит на переваривание пищи. Вот в этом беда. Вот поел, и всё, всё начинает ломить, да. Вот. А нам же, в общем-то, энергия нужна не только для этого, но и для умственной, для физической работы. Правильно? Ну, при неправильном сочетании продуктов, что у нас с Лоши рядом, эти траты неизмеримо возрастают, и организму уже не хватает энергии для освобождения от шлаков и восстановления здоровья. И вот вам каловые завалы, получается, потом надо это всё отмачивать, клизмы ставить, запоры, начинают всё, прочее, прочее. Значит, теория правильного сочетания пищевых продуктов, она гласит, человеческий организм не предназначен для переваривания более чем одного вида концентрированной пищи за один приём. Под концентрированной пищей подразумевается любая пища, кроме фруктов и овощей. Будь то там пюрешка, будь то мясное что-то. Можно есть любую пищу, которая вам нравится, но не одновременно. Мясо ешьте с овощами и салатами. Там ферменты есть, это будет способствовать, облегчит работу поджелудочной. Картофель можно есть с маслом, капустой, кабачками, но не раньше, чем через 3 часа после мяса, потому что мясо должно перевариться, всосаться уже в виде аминокислот, попасть в обильные клетки. Дальше. Это понятно? Картофель? Картофель с маслом, капустой, кабачками можно. Вот, но не смешивать его с мясом ни в коем случае. А мясо можно с овощами и салатом есть. Теперь принцип систематического употребления продуктов с высоким содержанием клетчатки. Кстати, в овощах и фруктах клетчатки достаточно много, а клетчатка вещь нужная. Вот об этом сейчас я несколько слов скажу. Одним из основных составляющих ежедневного ротеона, необходимых для регулярной деятельности кишечника, являются пищевые волокна или клетчатка. Они не перевариваются, поэтому раньше их считали балластными веществами. Но увеличивают объем кишечного содержимого, способствуют продвижению пищевой массы в кишечнике. И они позволяют нормально побождать кишечник, потому что они впитывают воду, получаются колбаски, а не какие-то твердые засушенные частицы. И особенно важно регулярно употреблять продукты, богатые клетчаткой, людям, страдающим запорами, конечно. Это пшеничные отруби и разнообразные БАДы. Вот я уже говорил. Это Цинти, Ауксилиум, ну вот такие вот. Розали, конечно, надо будет принимать. Вот, наряду с пищей. Это облегчит переваривание и вывод отбросов. Принцип регулярного употребления. Значит, что? Воду надо пить, во-первых. И во-вторых, ну, еще. Живицу надо пить. И у нас сейчас появилась омега-3. Это очень ценная вещь. И ее тоже надо употреблять. Вот. И в течение всего дня или как-то перед львом, львом, львом? Ее можно и утром, и вечером употреблять. Это очень ценный продукт. Очень. Это масло, вот, которое чистит кровеносные сосуды. А мы умираем от чего? От атеросклероза, засоренности кровеносных сосудов. От инфарктов, инсультов. Это результат засоренности. Ну, вот. Другие или пусы? А? Все равно. Все равно. Вот. И живицу можно употреблять. Вот. Ну, если беспокоить, допустим, желчекаменные болезни, или какие-то другие болезни печени, то тогда, значит, соответственно, виталиф, да, или древо жизни. Вот. Значит, ну и... Можно живицу с маслом зверобоя. Вот. Значит, если пулочки подводят, допустим, мочевыделительные системы. А можно принимать живицу с репейным маслом. Вот. Это, значит, при артрозах, артритах, подагре. Очень хорошо будет. При остеохондроте. Вот. Ну, что еще? Значит, конечно же, вот омега-3 будет способствовать и освобождению кишечника хорошему. Как и все растительные масла. Ну, касторку мы пьем, да, когда засорем, за лодок. Вот. Ну, что еще интересно? Интересно, что омега-3 тормозит рост опухолей. Это сравнительно недавно выяснилось, потому что она, так сказать, урежает деятельность выделения гормона роста. А гормон роста способствует росту опухоли. Понятно. Вот это очень важный момент. Так ведь? Вот. Ну, что еще? О запорах. О запорах. Многие очень страдают запорами, потому что сейчас у нас работал компьютер с утра до вечера. Движений мало. Мы не двигаемся физически. А мы должны двигаться по замыслу создателя. У нас не только мысль должна двигаться, но и тело должно двигаться. Вот. Надо зарядочку какую-то делать по утрам. Мы торопимся, просыпаем эту зарядку. Да? Некогда. Вот. Ну, хотя бы вечером пройтись, так сказать, от установки до дома, как-то, или выйти на одну остановку раньше, тоже неплохо было бы, если есть какой-то перерезчик, бульвар, погулять перед сном. Это очень важная вещь. Вот. Вот, смотрите. Короли, королевская семья страдала запорами обычно. А почему? Ну, они не работали физически. Во-первых. Во-вторых, они, так сказать, мало двигались. А вот. А мы сейчас все как короли. В этом смысле, да? Куда это годится? Вот. Значит, у них было неправильное питание, деликатесы всякие, разносолы, да? Вот. И малая физическая активность. Никакой грубой пищи. Вот. Ну, и физическая работа им сам не позволялся. Вот. А вот крестьяне английские никогда не страдали за кожу. Все было у них. Еле простую пищу, потому что наполненную грубой клетчаткой. И у них очень хорошо формировались каловые массы, не задерживались, не засыхали там, не тормозили работу кишечника, перистальтику. Вот. И стрессов у них не было таких, как у королей, потому что им надо было решать вопросы войны и мира, политикой заниматься и так далее. Вот. Крестьяне делали свое дело привычное, год в год, да? Вот. Значит, питье. Добрый день. Питье не менее двух литров в сутки. И желательно теплое, чтобы не охлаждать желудочно-кишечный тракт. Иначе переваривающая способность упадет. Вот. Тогда вероятность запоров исчезнет. Вот я могу вам сейчас перечислить некоторые продукты, увлечения которыми задерживает опорожнение кишечника и наоборот стимулирует опорожнение. Интересно? Да. Значит, ну, продукты, которые задерживают опорожнение кишечника. Рисовые и манные каши, белый хлеб, пироги. Видно там, видно. Мучные блюда, слизистые супы, кисели, пища в протертом виде, крепкий чай, кофе, шоколад. Вот это кое-что из продуктов, которые задерживают опорожнение кишечника. Ну, а продукты, стимулирующие опорожнение кишечника, это овощи и фрукты, свекла, репа, редька, капуста, гречневая каша, фрукты в кожуре, ржаной хлеб, простокваша, кефир, мёд. Ну, и выводы вы здесь решами можете сделать. Правильно? Как быть теперь? Вот. Что у нас? У нас есть, кстати говоря, интересная ведь вода, да? Вот. Вернее, аппаратура для структурирования воды. Вот, если её нет, можно приобрести. Она очень активна. И она будет, у неё более высокая растворяющая способность, она лучше будет отмывать стенки кишечника и выводить на частоты. Это очень существенно. Кроме того, вот у нас есть фарацотерапевтические идеи. Правильно? Есть пояса, шейные, поясничные, наколенники. Вот. Чем они важны и хороши? Хороши они тем, что они расширяют все трубчатые органы. Они расширяют кровеносные сосуды, улучшая кровоток. Вот. Снимают спазмы, другими словами. А спазмы возникают при стрессах. Поскольку мы в стрессовой обстановке, у нас кровеносные сосуды и кишечник. Запор весь это же, по сути, спазм толстого кишечника. Вот. Поэтому, если вы одели поясничный пояс и его спустили достаточно низко, вот, то он будет воздействовать на толстый кишечник и таким образом способствовать опоразмированию. Вот. Это очень ценно. И, значит, собирать последствия стресса. Ну, есть у нас даже браслеты, которые действуют, прежде всего, на сосудистую систему. Тоже снимают спазмы сосудов. Главное больше такое. Спазмы сосудов. То же самое. Я не буду конкурировать. У меня вопрос. А браслет на какой руке вы его хочешь носить? Или все равно? Вообще говоря, все равно. Наверное, на той руке, где у вас повышенное давление или пониженное давление. Словом, давление, которое, так сказать, вас киготит, портит вам жизнь. Вот. Потому что в первую очередь будет тогда сниматься спазмы с этой стороны. Но, в принципе, если вы носите его постоянно, то он будет регулировать, в конце концов. Но, врачи, не будет это состояние? Ну, страшного тут ничего нет. Просто, чтобы, если раздражительная кожа, чтобы не было раздражений на коже от металла. Это можно. У нас есть очень хорошие для... Я начал-то тему-то у нас быть счастливым. Значит, ну, счастье мы к себе носим. Я уже, так сказать, сказал формулу, которую надо просто повторять, убеждать себя. И тогда, понимаете, если возникает такая ситуация не очень приятная, рассматривайте ее как учебу. А если приятная, как награду за правильные мысли, за правильные эмоции. И стрессовые ситуации, в стрессовых ситуациях не давайте себя вогнать в стресс. Если стрессогенный какой-то человек, он или она, перед вами появился и пытается испортить вам настроение, вы... А просто сказать про себя, стоп, иду по пути самоубийства. Мне это надо. И все. И все. Вы успокоились. А он это его делал. Дальше. Вот. Значит, очень хорошие у нас есть... У нас масса препаратов, изделий для женщин. И группа Сиера, Сиера Вумен, Сиера Канта. И фитокапсулы внутривлагалищные, которые очень хорошо очищают от, значит, всякой бактериальной микрофлоры, борются с непроходимостью маточных труб, матку очищают от полипов и шлаков. То есть, это очень эффективные средства, пришедшие к нам с Востока. Разнообразные прокладки есть. Есть и Сиера для мужчин. Что у нас еще есть? Вот есть трипсы разные. В том числе и для похудения. Это такой антистрессовый тоже стрипс, потому что он просто лишает способности испытывать чувство голода. Когда вы себя насилуете, просто на диете сидите, вам есть нельзя, а вы видите, как другие уплетают за ваши щеки, у вас стрессовая ситуация. Особенно, если они едят то, что вы любите есть. Это самонаказание лишнее совершенно. А вот стрипсы для похудения, они на основе кузи и гордони сделаны, это из каптуса южноафриканского. Им пользовались, спокон веков, местные жители, когда уходили на несколько дней на охоту. Мало ли там в джунглях поесть-то особенно не удастся, когда охотой занимаются. Но они не хотели есть, они принимали это. И было все хорошо. Вот. У нас есть удивительные, совершенно удивительные продукты. Арктика, допустим. Это уже, так сказать, ультрасовременная разработка, которая воздействует... Понимаете, какая вещь? Дело в том, что в живой природе есть механизм регенерации. Эта регенерация развита по-разному. Ну, допустим, взять какую-нибудь гидру, ее можно изрубить на мелкие кусочки, из каждого кусочка новые гидры вырастут. Но если нас изрубить на мелкие кусочки, то вряд ли мы воссоздадимся. Вот. Но все-таки отдельные очаги регенерации у нас разбросаны по организму. И вот, используя сигнальные молекулы, которые могут разбудить эти очаги регенерации, можно восстанавливать тот или иной окна. Это вот совсем последние разработки. Причем, значит, это... Эти вещества, они взяты тоже из живой природы, они в ничтожных концентрациях взяты. То есть вы, по сути дела, пьете воду, или ползаетесь в воду, или капаете в глаза, в нос, куда угодно. Вот Арктика в этом смысле – это первая среди равных. Его можно закапывать в нос, потому что он действует на гипоталамус. Это вот посреди мозга нашего подкорбкового центра, гипоталамус гипофизарный, который руководит всеми непроизвольными отправлениями организма, и перевариванием пищи, и, так сказать, ну, все абсолютно – заживление ран, ссадин и так далее. Мы же, так сказать, не стимулируемых, она сама вроде бы заживает, сама и не сама руководит себе паталамус. Вот. И в том числе, значит, эта Арктика помогает устранить, что надо... Нет, это не просто. Вот. Помогает, значит, устранить опухолевое заполивание. Это очень важно. И помогает при диабете, например, уже в запущенном диабете, когда, допустим, такие неприятные последствия выражаются от гангрена. Вот. Можно делать аппликации, пропитывать этой Арктики, накладывать на ногу, допустим, гангренозную, и вот это все заживать. То есть, это совершенно гениальная вещь. Вот. Что нам дарят продукты моря? Это микро-небольшие, так сказать, организмы, жемчужницы, так называемые, которые живет... Малюска. Малюска, которая живет в воде. И вот наш соотечественник выяснил, что вот этот малюска может нам быть полезным в таком вот варианте. Вот. Ну, что еще? Пожалуй, главное, это я и сказал, кроме того, что у нас есть еще препараты грибные, это эликсир, кардицепс и капсулы линжин. Это системные регуляторы. Они так же, как, впрочем, значит, артика, они регулируют весь организм, серий гипоталам, так? Ну, в кардицепсии, в линживе есть очень много ценнейших продуктов, сырья для очистки организма, для восстановления клеток, ремонта и так далее. То есть, они не только регуляторы, они еще и продукты очистки и клеточного восстановления функционального питания. Вот это вот очень важная вещь. Это очень важно. Вот, поэтому я вам всем желаю здоровья, счастья. Спасибо. И помешали здоровью. Да. И учтите, что микроклимат в компании 7BL очень хороший, люди хорошие. Поэтому сюда приходить может с удовольствием. И те, кто где-то не добирает положительных эмоций, а сам еще не научился их в себе генерировать, пусть придет, получит такие вот первотолчки здесь и будет выходить в хорошем настроении. Спасибо. Если есть вопросы, давайте посмотрим. Григорий Григорьевич, когда в районе принимают пофару в то лицутет коллаген по времени? Это я списала, что когда после двадцати до четырех это не раз время, там по инструкции написано принимают, да? А как по инструкции написано? Она на каждом написано. во время еды утром или вечером когда лучше? Во время еды, когда угодно. В течение еды? Да, когда вы едите, тогда и принимайте. Потому что это основа, это сырье для получения термин. В лицутет? То же самое. Ты уходишь, что ли? Пока я не уходу. Лецитином вообще можно посыпать любую пищу. Утром завтракаете, вот посыпьте какую-нибудь кашку, там, что вы едите, можете яички посыпать лецитином. И очень вкусно, как кедровые орешки. Да. Так что здесь не надо себя насиловать. Вы помните о том, что вот эти БАДы это и есть пища. Пища. Поэтому не загоняйте себя в какие-то стрессовые условия. Потом какой ужас, а я съел на завтрак, а надо было на обед. Не переживайте вы, ради Бога. Не надо. Потому что это хуже всего. Вот эти переживания, они, так сказать, да. хорошо. Хорошо. Я тут не вижу, к сожалению, есть ли вопросы, потому что видишь, какая рамка у меня траурная. Кто это? Кто это?